Даров по инфраструктуре. Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Внезапно, в воскресенье. Мы рады. У меня неделю не было, у меня долги перед аудиторией, поэтому мы придумали такой ход, что в этом часе я с вами, а в следующем часе, прямо не сходя с места, я в режиме как слуха и эха буду отвечать уже на вопросы аудитории. Потому что меня не было в среду, меня не было в четверг. Ну, в общем, понятно. Обязательно, кстати говоря, тот фрагмент, который будет дальше, сегодня мы поставим тоже в приложении, но уже в записи, потому что там будет программа Бориса Гременчукова, с которой мы, кстати, встречались. Да, мы встретились с Борисом Борисовичем, помянули молодость, я бы сказал. Алексей Алексеевич. Сначала первый вопрос, прости. Вопрос первый. Читали ли вы книгу Саша Володя Борис «История убийства»? Да. Другие тоже могут ее прочитать. На shop.diletant.media можете ее заказать, как и многие другие книги. Да, это действительно очень тщательное рассмотрение убийства Литвиненко, с приведением довольно значительного количества новых материалов, ну и с политическим аспектом, понятно, обвиняющим Путина в том, что он все это организовал и сделал. Алексей Алексеевич, мы только что говорили с одним из адвокатов Володи Кромурзы, с Марией Эйсмант. Я запуталась в ваших перемещениях, но цифры 25 лет прозвучируют. Ну, успели. Я прилетел только сегодня утром. У нас сегодня без приключений. У нас в самолет, в мотор на взлете попала птица. Поэтому мы в Стамбуле так, значит, сделали кружок и вернулись в Стамбул. И поэтому я прилетел только утром. Извините, у меня немножко слепаются глаза. Это я зрителям говорю, чтобы они не обижались, если у меня замедленная речь. А теперь про Володю Кромурзу. Да, ну, собственно, ничего нового нет, честно говоря. По любимой моей поговорке вас это удивило. Володя Кромурза абсолютно, во-первых, под тем, что это политический процесс. Во-вторых, потом это процесс очень мстительный. Потому что Владимир Кромурза вместе с Борисом Немцовым были инициаторами закона Магнитского в США. Кромурза буквально занимался вот таким классическим западным лоббингом. Значит, привлек на свою сторону покойного сенатора Маккейна, очень влиятельного тогда человека. И не только в республиканской партии, но человек, к которому с большим уважением относились в двух партиях. И Володя Кромурза один из реально авторов закона Магнитского, грубо говоря. Потом он это делал в Великобритании. И потом он это делал, по-моему, где-то в Скандинавии, где приняли тоже законы. Естественно, это месть системы. При этом напомню, что Владимир Кромурза вел еженедельную программу на Эхо Москвы. И я рассматриваю это дело как в том числе и личное. Понятно, что никакой измены там нет. Ну, а законы политические о дискретации, о фейках, мы знаем, что они политические. Что это законы про цензуру. Поэтому, ну, чего. Здоровье у него действительно тяжелое. Я не связан подпиской, как у Марии Эйсмонт. Я не адвокат, но я общаюсь. Я не врач, конечно, и диагнозы не буду вам подробно рассказывать. Но потеря 22 килограмм, то, что я сегодня от Маши услышал, это очень дурной признак. И это всего за год. То есть, на самом деле, он болен. Но он не признает своей вины. Это не попытка уйти, увильнуть. Он не признает своей вины. Он не идет на договоренность с следователями, с судом. Но это надо знать. Я же папу хорошо знал. Папа же у нас тоже работал. И, собственно, передача папы, старшего Володи Крамурзы, она была передана и... Это такая семья. Это железобетонные люди. Если говорить о том, что параллельно появились в Госдуме заявления о пожизненном наказании за госизмену. Это... Ну, извините меня, они скоро посмертные наказания будут вводить. Ну, чего, как Павел Петрович, император наш. Ну, они все пытаются выслужиться перед Путиным. Это совершенно очевидно. А вот мы еще жестче. А что после пожизненного они будут делать смертную казнь? Будут предлагать, во всяком случае. Вот смотрите, я здесь. Я такой, как он там, Василий Писарев. Я-то здесь. Владимир Владимирович, меня надо поднимать немножко. Или какую-нибудь медальку повесить. Я же свой. Я больше, чем свой. Вы еще это только подумали, а я уже это сказал. Это такое лизоблюдство понятное. Такое вот абсолютно лизоблюдство. Лизоблюдство. Но мы же видим, что они реально эти максимальные сроки уже дают. Да, конечно. А вы что, думали, это что, игры разума, что ли, только? Конечно, дают. Потому что они попадают в тот тренд репрессивного законодательства. Там кто-то у вас написал еще до того, как я сел. Я смотрел за чат. Там написал кто-то, какие законы. Ха-ха. Вот на основании этих ха-ха людей приговаривают, им дают 7-8-9 лет тюрьмы за слова. Не за призывы, замечу я. Не за призывы там свергнуть, порезать, повесить. За оценки. За слова. За оценки, да. Вот это вот законы ха-ха. Вот такие законы ха-ха. Так что не надо ха-ха. Мы уже на ха-ха были, уже еще до войны до ха-ха. Алексей Алексеевич, вы все-таки делаете исторический журнал. Все-таки да. Да, насколько истории работают или не работают в таких случаях. Просто сколько я помню, вот такие, которые, заметьте меня и так далее, часто оказывались переломаны потом теми системами, которые они лизали. Смотрите, во-первых, любое сравнение, любая параллель не есть объяснение. Если говорить совершенно серьезно, конечно, можно сравнивать английскую и французскую революцию и говорить, смотрите, общее. Конечно, есть общее. Но поскольку в истории действуют люди, наделенные свободой воли, со своим бэкграундом, со своим характером, то все-таки процессы, может быть, идут более-менее понятны и одинаково. Вот последний номер дилетанта, который я весьма рекомендую нашим зрителям, это о приходе Гитлера к власти. Это генезис власти. И вот мы говорим о том, что мы хотим сделать. Не просто так у нас идет программа «Тирана» с Сергеем Бунтманом и Айдаром. Откуда эти золотые мальчики? Калегула – золотой мальчик, любимый ребенок. Значит, этот вегетарианец, который там как бы мухи не обидел, собак любил. Были любимые сады. Откуда в них вырастает? Это раз. И во-вторых, почему их поддерживают люди? Это два. Почему люди это не только принимают, но часть в них участвует? И, конечно, с точки зрения истории, отвечая, Макс, на этот вопрос, это надо читать, смотреть. Поэтому я весьма рекомендую, если говорить о шоп-дилетант-медиа, я весьма рекомендую, вы просили, не пропустите, книги Хефнера у нас стоят. Обе книги Хефнера, которые сейчас, кстати, в Германии, снова стали раскупать на немецком языке. Это история одного немца, да, и некто Гитлер. Это про генезис, и плюс наш журнал. Это про генезис власти, это про создание, про то, как эти люди становятся вот такими, как они есть. Почему толпа становится такой, как она есть. И это делается ровно для того, чтобы своих близких уберечь, читать эти книги, как уберечь своих близких. Понять, это болезнь, это отравление нации, там, части нации. И понять, поймать симптомы до того, хотя бы в окружении своих близких, и попытаться их дезинтексифицировать, да, разговаривая с ними. Это задача, вот эта книга, это не просто развлечение, и журнал не просто развлечение. Но, возвращаясь к твоему вопросу, он очень серьезный вопрос. На самом деле, я вот сейчас читаю один из старых номеров, есть такой газета «Фигаро», есть магазин «Фигаро. История». Они делают генезис террора во время Великой Французской революции. Они сделали номер три года назад. Я его пропустил, а сейчас читаю его в электронном виде. Они сделали номер, мы Французскую революцию видим про благородных людей-революционеров со светлыми лицами. И в белых пальто, извините. А на самом деле, они показывают, как начался террор прямо со дня взятия Бастилии. Вы неправильно пишут, они рассматриваете взятие Бастилии. Мы, французы, каждый год праздник свободы. Как там убивали, линчевали те, кто толпы, кто были эти люди. Есть же списки награжденных. Откуда они взялись, почему они пошли, почему они, несмотря на обещания, срубили голову коменданту и носили его на пике. С этого начался французский террор Робеспьера. И все такое, да, и кабинцы. Поэтому это надо изучать. И у нас то же самое. А, какой закон? Да, вот закон берется, переворачивается. И человека в этом смысле надо смотреть на, безусловно, почему-то про него стали забывать Алексея Егоринова, муниципального депутата, да, который... Ну, посмотрите сами, что он такое сказал. Не надо проводить праздник детского рисунка, когда дети под бомбами играют. Все, семь лет. Семь лет. Тюрьмы за это. За обсуждение детского праздника. Ну, кстати, возвращаясь к книгам, еще одна книга, которую вы, кстати, рекомендую, я по вашей наводке купила, она была тоже на shop.media, это «Майкл Манн фашисты». Вот тоже очень. Да, да, мы вот эти книги, понимаете, в чем дело? Вот они, конечно, ну, практически при наших дедушках, да, вот это все происходило. И, кстати, вот возвращаясь к нашим разговорам, к моим разговорам во время поездки с европейскими, в первую очередь, разных стран чиновниками, они не понимают, что такое, почему россияне считают, что они борются с нацизмом, с неонацизмом в Украине. Обычные аргументы, зеленский еврей, да, какой неонацизм, мы этого не видим, и так далее. И вот, собственно говоря, то есть есть непонимание, да, почему это же не происходит. Это же нельзя греть воздух, как Игорь Малашенко говорил, нельзя греть воздух, если в воздухе ничего нет, да, если там ничего нет. И очень важно разобраться, почему около 40% тех, кто поддерживает военные действия по опросу, около 40% из тех, кто поддерживает военные действия, в общем-то, сделал опрос, главной темой, почему они поддерживают, это борьба с нацизмом в Украине. Так как вы им объясняете, почему, откуда вот это вообще? Нет, ну что значит, почему? Во-первых, для России это огромный пласт пропаганды, и мы видим, как она работает. Потому что в России, как части Советского Союза, война с нацизмом – это дело благородное, Нобль, да, это безусловно благородное дело. И надо объяснить дорогим россиянам, что на самом деле вот эта спецоперация военная, да, это благородное дело. Это не захват земли, даже исторической земли, 8%. Это не борьба с НАТО, с врагами, с клыками, с врагами, 8%. Это борьба, это продолжение борьбы с нацизмом, 41%. И каждый говорит, ну, конечно, бороться с нацизмом, ну, конечно, это дело благородное. Алексей Алексеевич, ну, недостаточно же просто сказать, мы боремся с нацистами. Нет, это называется, как раз, греть воздух, да, но в воздухе должно что-то быть. И тогда в ход идут вот эти аргументы про русский язык, про русские книги. Про пантеров. И все в тот же момент забывают о своих родственниках и друзьях, которые... Подожди, подожди. Проснос памятникам советским военачальникам, освобождавшим Киев, Ватутину. Просто вот так, дословно, да? А что это тогда? Это же нацисты должны были сносить этот памятник. Это же он их победил. И вот на это ложится пропаганда. Она не просто висит в воздухе. И люди говорят, ну да, Ватутин, герой великой. Он боролся с нацизмом, с фашизмом боролся, а ему памятник сносят. Это же не Александр там, македонский памятник, который там боролся с персем. Нет? Это история про это. Это история, как искусно используя ошибки украинской власти. А еще той, еще той, я хотел бы напомнить, еще той власти. А это все продолжение. Искусно используя неудачные формулировки. Вот вчера Михаил Подоляк говорил о том, что никакой русскости не будет в Крыму. Что вы не будете, мы должны исключить это русское. Если вспомнить, что 65% крымчан считаются этническими русскими. Ну как ты, что ты говоришь, парень? Понятно, почему он это говорит. Перевернули доску, посмотрели. Но это же для российских граждан объяснить. Вот смотрите, вот смотрите, вот они настоящие нацисты. И пропаганда ложится на это. И вот эти 41%. А вот это факт. Ну а я еще раз просто, прости, Максим, я еще раз просто спрошу, но а как же позвонить друзьям, родственникам? То есть это вообще сейчас... Кого? Меня спрашиваешь? Ну да. Родственники не разговаривают, к сожалению. Эта коммуникация разрезана. Мы же знаем массу случаев. Жуль, ты точно знаете, что родственники говорят, вы нас бомбите, ничего подобного, вы сами себя бомбите. Мы с вами не хотим разговаривать, потому что вы оккупанты и агрессоры. Так тоже есть. Это будет одно из самых страшных последствий войны, кроме гибели людей и вот этой истории с детьми. Это будет разрыв семейных связей, не дружеских, а семейных связей, которые как там они будут залечиваться. Вот, кстати, чего не было, грубо говоря, во Вторую мировую, вот про семейные связи. Захват других был, где не было, между немцами и австрийцами даже такого не было. Вот что случилось. Вот что случится. Пядей, футов, вершков, что еще? Локтей. Чтобы это предсказать. Это уже происходит. Вы позвоните, они вам скажут, вы оккупанты, вы нас бомбите. А эти скажут, а вы все врете, вы нацисты. Это обычный разговор, он стал банальным, и это ужасно. Поэтому, когда я увидел этот опрос, я, честно говоря, обалдел. Я думал, что там будет, мы воюем за русский мир, за НАТО, мы защищаем детей Донбасса и так далее. Ничего подобного. И в границе с Финляндией скоро пойдем защищать. Да, да, ничего подобного. Ничего подобного. Мы боремся с нацизмом, это самооправдание, потому что это благородная война. Вот о чем речь идет. И это, конечно, будет большое наследство. Опять же, это будут огромные последствия. Это сейчас еще, поскольку идут военные действия, все затмевается военными действиями. А когда военные действия так или иначе остановятся, будет продолжаться вот эта война. Сами с собой. Мы как раз с Борисом Гребенчаковым говорили про это. Будет продолжаться. А воевали сами с собой. И это правда. Вот он как написал предчувствие гражданской войны. Все уже написано было. Алексей Алексеевич, вы процитировали подалека и говорите, ну, надо же думать, как на это отреагируют, ну, грубо говоря, люди с российскими паспортами. А почему он должен об этом думать? Люди с российскими паспортами что, субъект? Можете сказать, это не люди с российскими паспортами. Вы меня спросили про европейских чиновников. Как на это реагируют европейские чиновники? Вы просто процитировали подалека, как пример. Да, вот как на это отреагируют. Меня спросили, мы говорили о европейских чиновниках. Нет, он не должен думать. Я уже сказал и повторяю, что в нынешних условиях украинцы имеют право на любую несправедливость. Относительно России, относительно каждого россиянина, относительно русской культуры, относительно там, как будто против них войну начал Пу другой. Пушкин, а не Путин. Имеют право на эту несправедливость. Но на эту несправедливость не имеют и не будут себе брать это право, скажем, европейцы. И впереди много всякого разного. Это мы только в самом начале процесса. Алексей Алексеевич, мы сегодня что? Они вот так массово используются. А я могу тебе сказать, что они не массово используются. Я вас разочарую. Мы потому и говорим о каждом ярком случае, потому что он яркий и уникальный. Вот мы смотрим в публичном поле, во всяком случае. Нет той культуры доноса, которая была в 30-е годы. Моя информация, честно вам скажу, есть. У меня есть источники в прокуратуре до сих пор. И говорят, что дописать в любое заявление, а еще он не поддерживает СВО, это вроде как хороший тон. Да, возможно, это и так. Возможно, у тебя отдельное окружение, которое туда описывают. Нет, понятно, что это для сведения счета, возможно, соседи. Я тебе плюнул в суп, а я тебе на коммунальной кухне. А я тебе напишу, что ты не поддержишь СВО. Мы видим публичных людей, мы видим, как люди пишут доносы на публичных детей, мы видим отмены концертов, мы видим пять известных фамилий, которые постоянно заняты профессиональным написанием подобных вещей. Ну да, любое литерарное общество, где существует репрессивная система, политическая репрессивная система, то есть политические законы репрессивные, есть люди, которые лично для себя, для своих целей используют это в корыстных целях, либо про конкурента, либо про соседа, либо чтобы выслужиться, да. Но еще раз повторяю, я могу говорить про систему образования. Вот эти случаи, они есть, но они вызывают бешенство, безусловно, когда там дети на учителя, учитель на детей, дети друг на друга, но они единичны, мы же их знаем, они единичны. По сравнению с огромным количеством, с миллионом школьников, ну вот, это не стало еще такой, как бы, это стало возможным таким социальным поведением, но это не стало еще социальным поведением масса. Но я думаю, социологи на этот вопрос ответят. И потом в нынешней истории, в нынешнем обществе дело с доносами уже не обязательно. Правоохранительные, вернее, праворепрессивные системы уже доносы не нужны, потому что уровень прослушки или слежения за социальными сетями и так далее, он гораздо шире и выше. Нет информационной безопасности. Еще раз, это сказки. Я разговаривал со многими людьми, которые занимаются, в том числе, борьбой с киберпреступностью. Они говорят, нет информации. То есть всегда можно, на любой щит можно найти меч. Были бы деньги и время, и люди. То есть вот нет защищенных систем. Я напомню, что взламывали сервера Демпартии, Федеральная и Национальная резервная система. Ну, слушайте, супер-пупер взламывали. И документы Пентагона же последние утекли. Они же не в бумажном виде утекли, как вы догадываетесь. Это же не папки с документами украли и потом сделали ксерокс. А мы вообще не то, что не догадываемся. Так у Бальдо говорят, что еще это и фотошоп. А насколько вы доверяете, что эта утечка действительно была? То есть Пентагон признал, что была утечка, и ведет внутреннее расследование. Давайте поверим Пентагону, что у них утекло. Вдруг они тоже притворяются, что у них утечка, чтобы ввести в заблуждение. Ну, это такой мир зеркальный, кривых зеркал. Ну, нет, конечно же. Далеко так можно зайти. Нет, смотрите, все-таки эта утечка, утечка, она была в телеграм-каналах, и можно было скривиться, анонимные телеграм-каналы. Но когда это перехватывают классические медиа такие с репутацией, которые, собственно, живут на репутации, такие как Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс и так далее, и начинают это серьезно обсуждать уже суть, а не утечку. Это серьезный, для меня это серьезный знак. Потому что они не будут терять свою репутацию у своих читателей, что они обсуждают какую-то лажу. Не лажа. Не лажа. То есть там может быть, конечно, что-то, как из любого документа, я знаю, как секретные документы, еще по Утергейту, как главные люди для публикаторов – это юристы вот таких изданий. Они говорят, вот это ни в коем случае мы пойдем в благосизмену. Вот это нет и все, и слово юриста – закон. Поэтому мы еще не знаем, что изъято из этих публикаций, хотя они, может быть, есть в руках журналистов. Это вопрос риска издателя и главного редактора, и этого журналиста. Но там юристы имеют, в отличие от российских историй, имеют главное слово. А выводы какие вы делаете из того, что стало публично? Да ничего не удивило. Но там есть же какие-то вещи. США готовят 9 бригад. Но хорошо, если бы их было 7 или 8, или 12, или 15. Что бы это говорило? США переделятся разведывательной информацией с Украинцами. А что это было неизвестно? А что разве Остин на открытых слушаниях в Конгрессе министра обороны США об этом не говорил? Говорил. Просто здесь конкретика. Вот брифинг разведки. Вот совещание. И это подтверждение той политической позиции, которая уже была заявлена американцами. Она уже была заявлена американцами. Вот это важное дополнение. Конечно, соус важен. Но мясо мы уже жевали до. Это просто принесли хороший соус. Алексей Алексеевич, давайте теперь поговорим о Папе Римском. Пасха все-таки. Я что-то пропустил. А что? А дело в том, что там был такой сценарий, что гражданин России, гражданин Украины вместе участвовали. И, естественно, это возмутило украинскую сторону. Насколько, на ваш взгляд, Ватикан, судя по таким сценариям, до сих пор видит возможность быть посредником в переговорах? Смотрите, ну, вы смешали горячее с зеленым. Значит, во-первых, церковь любая. Я человек невоцерквленный, поэтому я смотрю за институтом, как историк. Она межконфессиональна. Как ни странно это звучит. Она наднациональна, церковь. Поэтому ей эти войны... В общем, она не такое проходила, что называется. Во-вторых, украинцы еще раз имеют право на возмущение, даже если возмущение кажется нам неправильным. А в-третьих, мы с вами знаем, и мы говорили о том, что 44 миллиона россиян имеют близких родственников в Украине. Они родственники по крови. Ничего не сделаешь. Там кровь не выцадишь, что называют. Заявлять можно любое. И это раз. То есть сам по себе вот этот жест, это жест примирения, который церкви... А вы хотите, чтобы церковь вошла в списки разжигателей, что ли? Или все-таки примирителей? Даже не Путин. Не принимает. Поэтому папа сейчас исключен из теоретического числа посредников. Но кроме того, он очень болен. Поэтому он не может вот такими прыжками двигаться между Россией и Украиной. И ему не удается организовать визит. Естественно, здесь еще роль патриарха Кирилла небольшая, но значительная. Потому что папа не только глава государства, но и глава огромного осколка христианской церкви, конкурирующего за души. Ну, так скажем. А то, что происходит в Украине между разными церквами, я вообще не хочу комментировать. Потому что там и греко-католики, и такая церковь, и УПЦ, и МПА, и так далее. Поэтому я думаю, что дело не в том, чтобы он являлся посредником. Это уже нет. Отвечаю. Уже нет. Не просматривается. Может, я чего не знаю? Вполне допускаю. Дипломатия Ватикана, она такая скрытая. Но, насколько я знаю, Москву и Киев нет. А вот с точки зрения вот этого единения на Пасху, он же предложил перемирие на Пасху. Не перемирие даже. На самом деле, я там позвонил своим друзьям, они сказали, что это не перемирие, это прекращение огня. Не путайте. Сказал он, папа предложил двухнедельное прекращение огня. Он в прошлом году предлагал на Пасху. Если вы вспомните. То есть, опять ничего нового. Но это вот то же самое, значит, я бы сравнил бы Папу с Международным Олимпийским Комитетом. Существуют ли институции, которые могут пренебречь идущими военными действиями? Я ознакомился с одним любопытным письмом. Я не знаю, публиковалось оно или нет. Одного из членов Международного Олимпийского Комитета. Я поскольку не помню, публиковалось ли оно или нет. Оно было разослано членом МОКа. А я был в Швейцарии только что, я хотел бы просто напомнить. Показали письмо, благо на французском. Человек пишет. В мире сейчас 43 вооруженных конфликта. Как должен в этих случаях действовать Олимпийский Комитет? По каждому конфликту одинаково? По конфликтам в Африке? Каких спортсменов мы не должны допускать? Давайте примем универсальный. Ну, смысл, да? Так не пишет? Давайте примем универсальное решение. Звучит как отмазка, если честно. Почему? Он открытый голос своим говорит, какая отмазка. А что там война между, условно говоря, на границе Конго и Руанды? Давайте каких-нибудь конголезских спортсменов не будем пускать. Например. Или руандийских. Например. По смыслу, какая же отмазка? Подход должен быть понятный. И это, кстати, журналист из Конго, который делил со мной премию. Да? Помните? Вот это немецкое. Да. Он сказал, а почему вы про наш конфликт ничего не говорите? Что вы забыли? А у нас там миллион людей вырезано холодным оружием. Это про Руанду там граница. Миллион лихородным оружием. Это не бомбу сбросили. Тыкали, тыкали. Ножами, мачете. Вы что не говорите? И ничего, эти вот генералы возглавляют государство, эти государства участвуют. Это история ровно про это. Я не говорю о том, что надо бы анализировать вот эту войну. Ничего подобного. Я просто говорю тебе, что есть вот такое понимание, что международные институты стоят выше военных действий. Вот, пожалуйста, вам, история с зерновой сделкой, да, спецпредставитель Гутьерреша. Вот, пожалуйста, вам, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, да, война идет? А давай, чтобы ракеты не летали. Вот, чтобы ракеты не летали. А то попадете, не дай бог, там второй Чернобыль будет. То есть, на самом деле, вот, это философия вот этих международных институций. Поэтому папа как международная институция. Церковь, я имею в виду. Алексей Алексеевич, вы были в ресторане «Ротонда» на Монпарнессе? Конечно. Знаете, что его подожгли? Конечно. Что скажете? Ничего. Это довольно серьезное движение, значит, внутри протестного движения против пенсионной реформы, которую не поддерживает около 60%, больше 60% населения Франции. всегда существуют группы, которые иногда искренне хотят революции. Искренне. Иногда мародеры, да, которые, пользуясь абсолютно законным возмущением в демократической стране, вот в таком виде, в виде массовых манифестаций, что бы пограбили, просто пользовались и грабили. Естественно, поджечь ресторан, все туда, а ты в это время там банкомат вскрываешь на соседней улице, понимаешь? Там полиция вся туда, а ты туда. И такое тоже есть. И тоже было во время там вот это самое движение черных... Black Lives Matter. Да. Там тоже внутри были радикальные группы. А с одной стороны, вот эти вот революционеры, которые говорят гильотину на каждой площади, то, о чем я сегодня говорил. А с другой стороны, есть просто декларсированные элементы. Мародеры, да, которые просто нам бы поживиться. Потому что это проклятые капиталисты у нас отнили нашу молодость. Кричат 15-летние пары в том числе. Ну, давайте просто скажем, что это любимый ресторан Макрона, судя по всему, именно там он праздновал. Это неправда. Любимый ресторан Макрона – это Фукетс. Тем не менее, он там праздновал победу на выборах в 2017 году. И в это время Макрон в Китае. Еще раз, неправда. Он праздновал Фукетс. Ну, я вот читаю. Написано там. Недавно, по крайней мере, он там принимал канцлеров РГ Олафа Шульца. Нет, нет. Ротонда очень известный ресторан с отличной кухней. Но вот Фукетс, он прямо на Шан-Зелизе, на Елисейских полях, это для богатеньких буратин. Там у тебя чашка чая может стоить 5-7 евро. Тем не менее, он действительно в Китае. Тут, я надеюсь, вы не будете со мной спорить. Он еще не вернулся, я, по-моему, пропустил. Тем не менее, почему важная эта поездка? Ну, смотрите, европейские бюрократы, в хорошем смысле слова, не политики, а чиновники, считают, в разговорах, во всяком случае, со мной, говорят мне, что только Китай может остановить Путина. И если мы не можем остановить Путина сами, ручонками своими, да, там немцы, англичане, французы, швейцарцы, то надо объяснить председателю Си, что в его интересах, в его интересах Китая, остановить военные действия в центре Европы. И, собственно говоря, можно сказать, что Макрон, там же Макрон поехал не один, он поехал с Девушкой Урсулой, с руководителем Еврокомиссии, у которой другая позиция по многим историям в этом конфликте. Но это только показывает, что в вопросе остановите Путина, объясните своему другу, что надо остановиться и вывести войска. Вот это институт другого человека сейчас, наверное, для Путина, так считает Макрон, нет, который может ему сказать, ну слушай, ну хватит. Наверное, нет, потому что с Индией мы видим чуть заморожено, с бразильцами тоже заморозили свои вот такие активные контакты, они продолжаются. Вот таких из таких великих, да, тем более. А именно чтобы как примирение или чтобы просто точно не поставляли оружие России? Я точно, абсолютно могу тебе сказать, что для председателя СИ вопрос поставок оружия, это не его вопрос, на это существует там замминистра обороны, председатель внешнеполитической комиссии, да, у него вопрос глобальный. Для Макрона тоже, слушайте, они все понимают про оружие, да, и они не разговаривают, да, и это за рамки года не выходят. Но и с ним, какое будет устройство, какая будет роль России. А у них есть представление? Они его вырабатывают. Нет, нету, это я тебе могу сказать, нету. У меня была там встреча с человеком, который работает там на высокой должности в одной европейской стране, он раньше был послом в Сомали, а до этого первым замом посла в Тегеране. Я говорю, вы видите Россию потом как Иран в изоляции, или как Сомали, где гражданская война говорит? Ты читал мою биографию? Я говорю, конечно, я готовился. Конечно, но вы же знаете, как было, да? То есть они, Максим уговорил, на бельде не на завтра, а на послезавтра. Вот есть целая плеяда людей, которые уже смотрят вот туда. И свои разговоры начинают, когда и если, возможно, каким-то чудом начнутся переговоры, Алексей, преступник или президент России? Будет тогда, да? Понимаешь, я же человек простой, вы мне условия покажите, я тогда вам могу анализировать. Если вы вот вообще, то вообще давайте разбирать каждую опцию. А в этом смысле важно, как для России эта война закончится? Для кого? Ну вот европейцы как это видят? Важно место России в мире? Конечно, конечно, важно. Конечно, важно, потому что Россия может быть угрозой, оно может быть неминуемой угрозой, оно может быть частью европейского пространства. Это вот такой разбор, вот такой разброс. Еще недавно Россия там, условно говоря, там... Дружественной частью европейского пространства. А? Дружественной частью европейского пространства. Ну, конечно, когда я говорю частью пространства, да, но может быть угроза, это другая опция. Это другая опция, а может быть неминуемая угроза. Очень много опций. Я их слушал больше, мне им нечего сказать, я не носитель каких-то особых. Я их слушал, чтобы понять, чего их беспокоит, и над чем они сейчас думают, потому что все затмило, но это, к сожалению, современная цифровая, все затмило, туда полетел истребитель, сюда прилетела ракета, это тоже правильно, но ракета пролетела и ага, и для многих людей, когда ракета пролетела, уже не будет будущего, а для абсолютного большинства она будет. Это так же, как история с детьми, я всюду рассказываю твою историю, я всюду рассказываю твою историю про изюм и про Сочи, как пример. И говорю, а какое буду, я сделал совершенно гениальное, неожиданное интервью, я всем рекомендую, оно сейчас стоит на RTVI, но оно будет потом через неделю на Эхе, как мы говорили, это история с человеком, который в Совете по правам детей при ООН, это агентство ООН практически, был вице-президентом, он сейчас переизбран, но сейчас он рядовой член, но мы их всего 14 или 18, он психиатр детский, он там мне такого наговорил, что я когда в жизни не подумаю, причем там, есть таких историй, причем я хочу сказать, что те люди, с которыми я общался, и кто тоже смотрел поверхностно, я хочу сказать поверхностно, еще раз поверхностно, но люди, которые этим занимаются и в этом понимают, как я понимаю, да, они говорят, слушай, это очень хорошая подготовка, это дело спецслужбы какой-то страны, потому что даже по тем осколкам информации, если вот верить осколкам информации, даже по тем осколкам, видно, что эту Дарью Теплову подводили к нему, она, оказывается, встречалась с ним в Москве, она ходила в Москве своей жертвой на эти мероприятия, они были знакомы в этом смысле, но он ее знал как человека из зала, естественно, он ее опознал, он не просто так, дурачок такой, дай мне сюда бомбу, да, он ее опознал, то есть там шла, эту посылку передавали, насколько можно судить, по словам представителей Следственного комитета, через таксистов, более того, не через одного таксиста, да, то есть эта посылка анонимно до нее дошла, судя по всему, действительно ее развели на то, что это микрофон послушивания для того, чтобы там чего-то, там я не буду говорить, что это Украина или Российские спецслужбы, не знаю, но те люди, которые следили по, еще раз, открытым источникам, я точно знаю, что у них нет доступа к этому делу, они считают, что это очень высоко, не технологично, а высоко логистично исполненное покушение, вот так. Да, но это то, как это было сделано, и мы, что называется, не следствие, у нас нет доступа к этой информации, мы можем только понять, а вот реакция, это будет как после убийства Дугиной, когда больше, ну, какие-то были заявления, но никакой реакции в каком-то в смысле репрессивном не было. Нет, нет, значит, для того, чтобы, нет, конечно, сейчас пытаюсь объяснить, разделить суть и пропаганду. Суть заключается в том, что вот то, что Ира меня спросила, про пожизненное, да, суть заключается в том, что репрессивный режим, то есть практика режима репрессивный, она как колесо под гору, она не имеет конца, ну, имеет конец смертной казни за неправильный чих, да, то есть, ну, вот то же самое, как с Гореновым, да, она катится, она катится, и поэтому никаких предлогов не надо. Но когда населению можно объяснить, что вот собрались мирные люди, гражданские люди, 14-летняя девочка пострадала, чуть глаза не лишилась, взрыв в кафе в Петербурге, не где-нибудь там в глуши, а в Петербурге, да, и недаром Евгений Пригожин требует отставки Беглова за то, что он не обеспечивает, в том числе, за то, что он не обеспечивает безопасность веренного ему города. То есть люди будут воспользоваться этой историей, будут разные люди. Пропаганда для того, чтобы оправдать введение новых репрессивных законов, да, а Пригожин для того, чтобы еще раз укусить Беглова и снять его. Кстати, хочу сказать, что когда ты что-то сказал про видео Беглова, в этот момент все зависло, и народ потом спрашивал, что там Беглов сказал. Можно я присоединюсь к аудитории? Что там Беглов сказал? Повтори, Максим. Беглов сказал, во-первых, он говорил явно по бумаге, что называется, подглядывая, то есть это был заранее такой заготовленный текст. Во-вторых, он сказал, враги нашей страны обязательно постараются использовать абсолютное меньшинство, которое не поддерживает войну, среди них будут они искать сообщников, чтобы творить преступления их руками. Ну и чего такого, да. По большому счету он начал угрожать оставшемуся межуществу, который не поддерживает войну. Подумаешь, он стал угрожать, а то Путин у нас не... Ну, ей-богу. Это же вот, это как раз та самая логия, когда это логия дискурса, когда нам все можно решить репрессиями. Такие режимы были. Так считал Робеспьер. Извините, сравниваю, он неподкупный, да, у нас такая благородная картинка, но я как раз вот читаю вот эту то есть, либо террор, либо республика падет. Выбирайте. Либо гильотина, либо голова короля, либо республика умерла, погибла. У нас Алексей Кузнецов вчера или позавчера цитировал Марата. Тоже, в общем, очень кровавое заявление. Понимаешь, Марат существо в истории не симпатичное, а Робеспьер как неподкупный, да. Симпатичный. Это симпатичный человечек, да. Но требование одного и того же. Подожди, подожди, он по требованию народа, кстати. Он в это время. Нужно решить любую сложную проблему. Значит, нет человека, нет проблемы, говорил Алексей Виссарионович Сталин. И, ну, вот сегодня я прочитал, что Дарья Теплова, да, Теплова? Трепова. Она, Трепова, извините, да, действительно, губернатор Трепов. Да, а Гаря Трепова сотрудничает со следствием. Со следствием, ну, потому что, ну, есть ощущение, что попала как урващип, действительно, манипулирована. А вот какими спецслужбами она манипулируема, это уже другой разговор. Сейчас выяснится, что это она взорвала северный поток, а почему нет, пусть признается. И мы закроем и эту страничку. Это логика режима. Любой репрессивный режим, который, вернее, не так. Любой режим, который использует репрессии в качестве основного инструмента для своей политики подавления накомысля, есть логика, неизбежное ужесточение, потому что люди начинают говорить, а и за это, и вот за это, и вот за это, понимаешь, да, и вот за это, и вот за это, и все объясняется врагами народа. Я читаю, когда документы 30-х годов по промышленности, собственно, история Сергея Родженикидзе про это, почему он застрелился. Все ошибки, предположим, ошибки настоящие, это было вредительство для них. Ну, невозможно ошибаться. Советский человек не ошибается. А если вы там, у вас станок, значит, разбоил, и он перегрелся, значит, это вредительство. А вредительство – это госизмена. Вот история про это. И история с взрывом в Петербурге – это про это. Это про это. Это будет, конечно, это не убийство Кирова, но, конечно же, но это, и эта история вызывает, вот как мы говорим, часть у части людей, справедливое возмущение, на мой взгляд, потому что, ну как, ну кафе, ну собрались, это же тоже слова, да, они же тоже там разговаривали, взорвали. История жива, и часть людей начинает думать, ну так что же, это террористы, ну да, и мы видели заявление 16, по-моему, да, антивоенных организаций, в том числе феминистских организаций, там, от весны запрещенные и так далее, что это теракт, и мы терактами не занимаемся, и мы теракты не поддерживаем. И видели, это молодые ребята все вот в эти все организации. На них тут же набросились, естественно, другие, но это сущностный спор, это хорошо, что он идет. Алексей Алексеевич, ну вот вы сказали, Пригожин заявил, что Беглов виноват в теракте. Евгений Викторович Пригород, не Осип. Да, не Осип, да. Мало он. Ну, у нас губернаторы редко отвечали за безопасность, откровенно говоря, за безопасность отвечали другие органы, нет? Нет, 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 вот с началом специальная военная операция, даже война, с началом значительная часть безопасности возложена на губернаторов. Это вот тогда, когда на них мобилизацию возложили, они тоже никогда не отвечали за это. Тогда тем более вопрос. Вы знаете, я недавно разговаривал с Виктором Шандеровичем в эфире, и он признал, что он недооценивал фигуру Пригожина, что он не представлял себе какого масштаба во всех... Вот этой сферы. Потом возникла ЧВК Вагнер на африканском направлении, и не только на Африканском, потом на украинском направлении, а сейчас это на направлении Министерства обороны. Понимаешь, да? Поэтому он растет. Еще раз, для меня, мне кажется, точно не знаю, но поскольку он процессуальный противник мой, я за ним... Как и Виктор Шандерович, я напомню тоже. Да, да, да. Я за ним слежу внимательно. Потому, что он хочет легализоваться в российскую бюрократию, потому что он все равно понимает, его унижают, что ты мальчик на посылках, что ты повар Путина, это же... Ну, это не похвала теперь, да? А в российской бюрократии, если ты хочешь заниматься российской политикой, то ты должен иметь ресурс не только Путина, а ты имеешь ресурс только Путина, и то он тебя, как видим, всегда поддерживает. Ты должен иметь союзников, альянсы внутри и быть признанным игроком. И вот он пытается сменить губернатора Петербурга на кого угодно уже. Он хочет сказать, смотрите, я могу сменить губернатора Петербурга. Или Екатеринбурга, как он на Куйвашего, или Куйвашего нападал. То есть он пытается поднять себя вот на этот уровень, потому что он считает, что он многое сделал, больше, гораздо, чем Шойгу, например. А его заслуги не признаются российской бюрократией. Поэтому признайте меня за своего, что я вам равен. Вот что он хочет. Товарищи генералы, товарищи губернаторы, товарищи министры. Я вам равен, и даже чуть больше, но все равно возьмите меня в компанию. Берите меня в баню. А почему его не берут? Ну, потому что все-таки в российской бюрократии есть понимание клановости, ответственности, вертикальности. А он подчинен только Путину, а ему никто не подчинен в этом смысле бюрократии. Ему же не подчинен Шойгу. Ему не подчинены части командиры вооруженных сил России. Ему не подчинены МИД по африканскому направлению. Нет. То есть, он не внутри бюрократии. Как мы тебя возьмем? Ты кто? Сегодня ты Пригожин, а завтра ты уже не Пригожин. Тебе Путин так и улетел. Ты висишь в воздухе. Чего мы тебя будем брать в нашу железобетонную кормовку? Чужой. Алексей Алексеевич, вы как раз упомянули про вербовку заключенных, в том числе, который занимался Пригожин. Извини, пожалуйста. Он играет еще в Распутина. Если говорить про исторические параллели, я просто вижу, как он играет в Распутина, который хотел быть принятым не только в царской семье. Распутин, который писал записочки «Милый, дорогой, министр Штюрмер». Назнать человека министра. Он хочет писать. Да, это правда. На место теракта. Не, ну вы на фронт приезжали. Да, да, да. Да, все абсолютно. Это не я. Вередиктов ты соврал. Он хочет... Часть к вербовке заключенных. Пишут, что теперь Минобороны это делают. Возможно. Да, и там уже контракт идет не на полугода, год. А на 18 месяцев. Конечно, еще раз. Военные действия, когда они приостановятся в этом году, они приостановятся. Они могут закончиться временным прекращением огня. А может не закончиться временным прекращением огня. Во всяком случае, между Кореями нет соглашения о прекращении огня. И о прекращении войны тем более. Поэтому военный конфликт будет долгий и затяжной. А что тут удивительного-то? Опять вас это удивило? Что-то вы какие-то сегодня удивленные у меня. Слушайте, ну это надолго. Еще раз обращаю внимание на то, что почти все пропустили Максим. Потому что все считают, что Дмитрий Анатольевич в каком-то угаре живет. Дмитрий Анатольевич абсолютно трезвый, хладнокровный, циничный человек. Дмитрий Анатольевич слово в простоте не скажет. Нет. Бывает, что мы все слово в простоте скажем, но в принципе нет. И когда он сказал, да, три недели назад, я еще был в Москве, о том, что нам нужна полоса отчуждения от Украины в 70-100 километров. Вот этим должно закончиться. Многие мне сказали, ну что ты на это обращаешь внимание? Ну принял мужик две банки пива. Ну что ты? А теперь Путин позавчера начал говорить про необходимость полосы. Он не сказал 70-100. Он не говорит полоса отчуждения. Надо отодвинуть не границу Российской Федерации, замечу. Говорит, отодвинуть границу Украины. Не России придвинуть. И поэтому я слежу за этими вещами. Понимаете? Это будет надолго. Это будет очень надолго. И для этого нужны вооруженные люди. Поэтому, да, контракты идут большие, длинные и дорогие. Это правда. Это я подтверждаю. Но это политика. Это не решение Министерства обороны. Это решение политического руководства страны. Это не решение военных. Это вообще не военная история. Это вообще не война за территорией. У нас осталось буквально 2 минуты. Это у вас 2 минуты. У меня 62 минуты. Да, но вот у нас осталось 2 минуты. Поэтому самый простой и самый короткий вопрос. Вы, когда говорили с кем-то там, говорили, а какой вариант? С Путиным или без Путина? Тогда есть отличие. Да. Если без Путина будут какие-то серьезные изменения, то есть с Путиным и без Путиным, это вообще две разные страны, две разные системы. Более того, внутри без Путина тоже разные опции. Если приблизительно с Путиным за 25 лет мы знаем, и европейцы знают, как с ним разговаривать, чего он хочет, на что он готов, на что он не готов, но приблизительно. То, когда возникнет коалиция, когда Владимир Владимирович, скажем, решит уйти в монастырь, на Афон, предположим, то надо же понять, что будет часть людей, которая полностью одобряла и во власти поддерживала вот это все, будет часть людей, которая в этом сомневалась, но при Путине поддерживала, и возникнут политические силы оппозиционные, которые будут считать, что последствия вот этого всего катастрофичны, так же, как считаю я. Это будут политические силы, которые как-то будут взаимодействовать в политическом пространстве. Не хочу говорить про крулый стол, но когда меня там спросили, вы представляете себе Алексея Навального, сидящего за одним столом с Патрушевым? Я говорю, да, легко. И не потому, что Навальный плохой, а Патрушев хороший, или наоборот, а потому, что Россия у них одна, вот страна одна, они не разные, и если им нужно будет выводить им, Навальному, Патрушев, выводить страну из кризиса, а это кризис, да, то им придется договариваться, я в этом абсолютно уверен, а как? Или гражданская война там со всеми выходящими, я думаю, что ни Навальный, ни Патрушев не хотят гражданской войны еще между различными военизированными формированиями, скажем так. Алексей Венедиктов, канал «Живой гвоздь», ставьте лайки, подписывайтесь, я пересаживаюсь, чтобы отвечать на вопрос, меняю место, и все-таки про книгу я хочу сказать, я хочу просто передать привет от Акунина. Я с ним не встретился, потому что он был в еще одной стране, куда я не доехал, но он вполне впечатлен, как бы сказать, вполне впечатлен таким количеством продаж, вот мне начинают, да, магически появился, да, 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 вот эта книга, сказки есть, вот эта книга, это про последующие, да, 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 после тяжелой продолжительной болезни, это как развалилась Российская империя, я рекомендую, у нас это есть, и мы, конечно, будем и дальше просить с открыткой Акунина, он просто просил. Мы будем и дальше смотреть, как разваливается Российская империя. Мы это смотрим уже долго, да, поэтому вот, и хочу вам сказать, что вот он очень впечатлен тем, насколько зрители живого гвоздя ценят его, и сказал, буду писать больше, пишите, 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 пишите еще, все, всем пока. А я перехожу, да.